Сначала поднялась температура, потом распухла щека. Анна поехала к стоматологу, та рассекла десну, посмотрела и сказала, что это ангина. Тогда девушка записалась к лору, пропила антибиотики. Потом отправилась к челюстно-лицевому хирургу, тот тоже прописал таблеточки. И наконец через неделю решила сдать расширенный анализ крови у себя на работе, в больнице. Сдала кровь утром, а днем меня нашла лаборантка и сказала, что это лейкоз. Анна засмеялась. От шока, конечно. Она думала, что у нее от вегетососудистой дистонии голова кружится, давление низкое. Ну какой лейкоз? Молодая же. А тут такое. Повезло, что так быстро нашли. Анна сообщает это так радостно, что верится действительно, редкая удача. Анна очень веселая и невероятно красивая. Даже после химиотерапии, даже без волос, красивая. Наверное, тоже везение. Как свою, как медработнице, Анну положили в ту же больницу, где она работала, в гематологическое отделение. Врачи сказали, оформляйся и ложись, это надолго. А девочки-подруги, такие же медсестры, как сама Анна, сказали, ты только не молчи, если что надо, говори сразу. Мы всегда рядом, всегда готовы помочь. Они ведь тоже были в шоке, оказалось, что болезнь, смертельная болезнь. Это не незнакомые люди на операционном столе, пациенты, а вот и они тоже медсестры, врачи. Никто не защищен от болезней, даже те, кто с ними борется. Это было страшное открытие. Первые две химии Анна переносила очень тяжело, с высокой температурой, в полубреду. Но и тогда она успевала порадоваться, что так удачно выбрала профессию. Медсестры заходили с капельницами, а меняла их, и следила я уже сама. Девочки смеялись так, сколько у нас пациентов? Двенадцать. Нет, считай, одиннадцать, Горелого сама все поставит, сама все сделает. В общем, опять, считай, повезло. Всего было шесть курсов химиотерапии, а потом врач сказала Анне, мы сделали все, что могли, теперь поезжай в Москву на консультацию. Анна даже удивилась, зачем, разве лечение не везде одинаковое, и в Брянске, и в Москве. Но врач настаивала, поезжай. Наверное, она уже знала, что одной химиотерапии ей будет недостаточно. И Анна поехала. Оказалось, что врач была права, потому что в Москве они сказали, вас спасет только трансплантация костного мозга. Без нее шансы на рецидив 80%. И еще сказали, что на поиск донора в российском регистре, активацию и трансплантацию нужно 400 тысяч рублей. Анна слушала, кивала и улыбалась. Она никак не могла стереть с лица эту странную улыбку, прилипла намертво. То ли от недоумения от названной цифры, то ли от растерянности. Однажды, раз в жизни, Анна заработала большую сумму денег. Это случилось на другой работе. В свободное время Анна подрабатывала цветочницей. Она наряжалась в красивое платье, брала в руки корзину с охапкой великолепных живых роз и заходила в рестораны, кафе и караоке-бары. Цветы, цветы, кому цветы. Прежде всего, важно увидеть клиента, делится она, потом установить контакт. И вот однажды у Анны купили сразу все розы за раз. Она зашла в кафе, где праздновали свадьбу, и один из гостей сказал, покупаю все. Представляете, говорит девушка, целая корзина роз стоила 15 тысяч рублей, а он заплатил. Огромные деньги, 15 тысяч рублей. А теперь, чтобы жить дальше, ходить на работу и иногда продавать людям цветы, Анне нужно 400 тысяч рублей. Давайте поможем ей тут. Автор Мария Строганова фото, из архива героини. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова